Сейчас мы работаем с Library Manager, как правильно импортировать библиотеки, чтобы в Library Manager все опознавалось и потом проигрывалось в Helion, в Helion Sonic или в Cubase. Один из важных пунктов. Сейчас у нас открыт Library Manager. По умолчанию, вот здесь в Option по умолчанию, он отправляет библиотеки, если импортировать, он управляет на диск C, в Apps Data, Roaming и так далее. Но зачем, скажем, системный диск, ну грубо говоря, засорять? У меня расположена библиотека на диске G. Вот здесь Steinberg и SoundContent. И вот здесь у меня все находятся библиотеки. В установках, вот здесь в установках, вот Show Option здесь, я указываю папочку Steinberg SoundContent. Да, он у меня уже указан. Теперь переходим к скачанной библиотеке. Вот у меня здесь Steinberg Downloads Windows 64. Это библиотеки, которые я скачал со Steinberg Downloads Assistant. Вот он здесь у нас. Точно так же, Downloads Assistant. В установках можете... Вот есть две функции. Стандарт. Стандарт. Тогда он на системный диск будет все скачивать. Я установил здесь в установках, в Downloads Assistant, вот здесь Downloads, диск G, Steinberg, открыл папочку, сделал, создал папочку Steinberg, и здесь папочка Downloads. И вот сюда я направляю, я уже это сделал, поэтому все, мы выходим из установок, и можем выбирать любую библиотеку, которую нам надо, скажем, вот здесь. И он будет перекачивать в ту директорию, в которую я указал. Окей. Вернемся сюда, в наш Library Manager. Так, у меня в папке Downloads, он создает папку Windows 64, вот скачанной библиотеки. Для Groove Agent 5. Значит, мне нужно переместить эти библиотеки, туда, откуда он... Downloads Assistant, скажем, вот у меня находится диск G, Volume G, Steinberg, вот здесь Downloads, значит, вот я здесь нахожусь. Но у меня отдельная папочка Sound Content, так как это библиотеки Groove Agent, да, то у нас здесь есть папочка, которую я создал, Groove Agent 5. Вот сюда я перемещаю библиотеку, скажем, Alternative Essentials. Так, чтобы было понятно, что это for Groove, я просто укорочу название. Открываю эту папку. Теперь для того, чтобы эта библиотека вошла именно в Library Manager, я правой мышкой на один файл нажимаю, открыть с помощью Steinberg Library Manager. И вот у меня есть здесь три функции. Инсталлировать по умолчанию, инсталлировать в ту директорию, в которую вы создали или мы создаем, или регистрировать там, где она сейчас находится. Ну, в данном случае очень важно точно указывать папку, куда вы поместили эту библиотеку. Иначе будут дубли и много грязи. В данном случае я выбираю Install to Patch. Вот у меня указывает G Steinberg Content. Открываю эту папочку. Вот у меня Sound Content указываю. Там, где у меня Groove Agent пятый. И у меня был Alternative Essential. Да, вот он. Вот. И указываю именно эту папочку. Выбираем эту папочку. Нажимаем на OK. И ждем. Все. VST Sound registered sasafal. То есть, теперь открываем Library Management. Открываем Groom Agent. И вот она у нас появилась. Alternative Essential. Если же, допустим, ранее загружали на другой диск. И этот диск уже полный. Вы можете переместить. Это Move. Нажимаем на Move. Указываем другую территорию, где создана папка. И перемещаем. Но для этого надо будет потом, после перемещения, оставшуюся папку на старом диске или на старом месте удалить. Вот так мы работаем с Library Manager. Вот у нас Alternative Essential. Появилась библиотека. Открываем Groove Agent. Где у нас? Хороший что, Sonic. Groove Agent 5. Вот он. Правая мышка. Load Kit with Pattern. Здесь All Instruments Sets. И вот у нас эти библиотеки. Вот она, альтернатива Essential. Вот она здесь. Rock Metal. Выбираем, скажем. И все работает. Вот. Точно так же для Cubase, если мы находимся сейчас вот над страницей Штайберга, да? И вот продукты. И вот продукты. А вот в продуктах есть Sound. И вот Sound и Loops. Если здесь выбрать, если здесь выбрать, то у нас здесь есть этот VST, а если нам нужно просто лупы, то мы можем выбрать, то мы можем выбрать Image Loop Set. Вот. В Image Loop Set. Вот здесь есть funky guitar, mandolin, pedal steel guitar и так далее. Все вот эти вот библиотеки. Все это через Download Assistant. Мы можем находить, скачивать и потом, как ранее я указывал, импортировать в Library Management. Ну вот Sound и Loops вот здесь раздел. И вот есть 8-60 гитар. Вот здесь мы качаем. И открываем Cubase. Сейчас откроется у меня Cubase. Вот он опознал еще одну библиотеку. Будет у меня появилось больше. Открываем. Чистый проект. И вот здесь, в этой-это директории Loop and Samples. Вот наши все библиотеки. Вот так, как вот. Вот здесь все, что мы качали. И вот здесь можно просто перемещать и будет все звучать. Вот так вот работаем с импортом библиотек. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok